Часы Припять от Сергея Трифонова Часы, вдохновившие завод Восток Я думаю, что ни для кого не секрет, что к продукции часового завода Восток есть, так сказать, вопросы. И вопросы всегда одни и те же, которые я откровенно называю нытьем. Этим господам дискот-бетель крутится без щелочков, стекло отдыхания царапается и все остальное. Этим господам обычно невдомек, что фишка Чичи за Восток винтаж и классика, которые сегодня очень ценятся. Но тут я надеюсь, что мы с вами понимаем, что амфибия вне времени, легендарные часы, легендарный бренд. Но не все эти господа знают о том, что можно сделать, взяв за основу стандартный корпус Часов Восток и превратив его в современный. Ведь многие хотят. Многие простили и сапфировали стекло и однонаправленный бетель. И тут я, наконец, перехожу к сути, а именно к Часам Припять-2 от Сергея Трифонова, мастера, продающего циферблаты, стрелки, корпуса и такие модификации Часов Восток, которые не может или же не хочет сделать целый завод. История В оформлении модели лежит визуальная концепция, разработанная Сергеем Прифоновым, отсылающая нас в город Припять, а вернее к Часам, которые расположены в бассейне Лазарьной. Сергей Семенович уже не в первый раз отдает должное этой культуре, увековеченной в сотни книг и в компьютерных играх. Есть модель Сталкер, чуть больше посвященная вселенной воспетой в книгах. В Часах Припять-2 заложена идея, вызванная страшной трагедией 1986 года, но тем не менее поронившая целую культуру. Книги по вселенной Сталкер, компьютерные игры, пикник по обочине братьев Стругацких, ставшие кровопрозом данной культуры, а теперь и Сергей Трифонов, создавший часы в стиле милитари для настоящих сталкеров. Вот что говорит сам Сергей. Идея возникла в ходе изучения материала непосредственно по катастрофе, по Припяти, по Лазурному бассейну непосредственно. Встретилась мне фотография с таймером, и я решил реализовать эту идею в часах. Как известно, хорошая идея не может быть незаимствована. Тут стоит выделить модель для испанского форума и серийную модель, выпущенную через «Восток». Видно, на «Востоке» решили сделать свою модель часов с очень уж узнаваемым цифербалатом. Имеет ли место быть? Вполне, но у Сергея Семеновича никто разрешения не спросил. Но я думаю, что все, разбирающиеся в часах, знают, кому принадлежит идея цифербалата. К истории появления цифербалата и всем хитросплетением заимствования вернёмся, когда будем разбирать сам цифербалат. Немного потерпите. Характеристики. Корпус. «Восток» 710. От ушка до ушка 46 мм. Диаметр 41 мм. Толщина. 15,2 мм. Механизм. «Восток» 24,15. Стекло. Сапфировое. Водозащита. 20 атмосфер. Функции. Время. Автоподзавод. Упаковка. Часы приехали из города Чебоксары. Очень надёжно упакованными. Часы были в простой коробке, которая отлично справилась с задачей транспортировки. Но нам интересны сами часы, не прав ли я? Корпус. Друзья, я видел много фото, как этих часов, так и других от Сергея Семёновича. Но, скажу честно, когда я делал распаковку, то я просто потерял дар речи. Я даже представить не мог, насколько они прекрасны вживую. Чувствуются премиальные качества и тонкость работы. Они отличаются от того, что делает Восток. И, возможно, Восток на такое не способны. По причине того, что надо будет перенастроить ряд станков, которые задействованы в производстве часов. Востоковский 710-й корпус имеет очень красивый графитовый цвет, получившийся путём процесса термического оксидирования. Сам корпус имеет матовую фактуру, приятную и тактильно. Справа завинчивающаяся заводная головка из дирожавейки с генербом «Дюсыш». На заводной головке имеется крупная насечка, выполненная под углом, которая сочетается с насечкой на безеле. Прошу обратить пристальное внимание на герб, расположенный на заводной головке. Он расположен идеально ровно. Даже если мы сто раз подряд открутим и закрутим заводную головку, герб всё равно будет ровным. И что касается герба, то это не лазерная, а механическая гравировка. Слева можно увидеть всю красоту покрытия корпуса. Матовый корпус играет разными оттенками серого. В зависимости от освещения. Задняя крышка также имеет мерафитовое покрытие, но слегка отличающееся по оттенку цвета. На задней крышке также имеется герб «Дюсов». А вот безель уже выполнен из титана, имеет крупную хватистую насечку. И, внимание, безель однонаправленный. Но как так, спросите вы? Это же классический корпус от «Восток», где не предусмотрен механизм утрещотки. А вот Сергей Семенович знает, как это сделать. Итак, безель однонаправленный на 60 кликов. Мне очень нравится, что кликов именно 60, ведь в части всего 60 минут всё логично. Тем более, что несмотря на свою внушительную водозащиту, эти часы уже не классический дайвер, а что-то более универсальное в милитаре стиле. Ставка в безель выполнена из керамики, имеет почасовую разметку, что позволяет лучше считывать часы, так как цифер Влад посвящен всё же минутной разметке. Но ещё безель можно использовать как GMT-дополнение. Вы же ли сталкеры второй часовой пояс? Напишите в комментариях. Стекло. Обычно часы от Востока – это та самая классика, которую мы или очень любим из-за акрилового стекла, как я, или же ненавидим, как многие часовые мещания. Но Сергей Семенович может сделать в классическом корпусе часов Востока то, что не может, а вернее не видеть с весом разным, сделать сам Восток. А именно, установить сапфировое стекло. Сергей Трифонов подробно рассказывал о том, как устанавливается сапфировое стекло в Востоковский корпус. Но если коротко, то делается кольцо-проставка, на которое опирается сапфировое стекло. Проставка делается из титана. И как вишенка на турте – это снятая фаска на стекле. Процесс непростой, но она есть и придаёт ещё больший налёт винтажности купольному сапфиру. Цифер Балат. А теперь, как и обещал в начале, все нюансы появления данного цифер Балата и заимствования Востоком. Нет, не подумайте, Восток, я ни в чём не обвиняю, просто слегка пожурю. А вот Юрий Груздов с канала Юра и Юра был жёсток и непреклонен. Завод Восток, уважаемый, знаменитый, известный, но они опустились до чего. Друзья мои, вот у меня другого слова нет, они спиздили. Друзья мои, вот это самое верное слово, характеризующее их поступок. Они украли, друзья мои, разработку и циферблат Сергея Семёновича Трифонова. Итак, историо не совсем понятное и ясное. Без сомнения, автором и реализатором идеи является Сергей Семёнович Трифонов. Первый пост с этой идеей появился в декабре 2020 года. В этом посте был эскиз циферблата, пока ещё концепция, не реализованная в металле. Но также существует и амфибия SE-160B-47 Припять от испаноязычного форума и Мираном. Проект появился в 2020 году. Эти часы посвящены ликвидатором аварии на Чернобыльской атомной станции. В этой модели циферблат символизирует знак радиоактивной опасности. Это же подтвердил и Дмитрий Буялов. Затем уже в 2020 году появляется модель от «Восток» с тем же самым циферблатом, что и у Сергея Трифонова. Но циферблат «Востока» намного проще. Послушаем Сергея Трифонова о циферблатах. Как вы относитесь к плагиату, наверное, так правильнее назвать, дизайна со стороны Чистопольского часового завода «Восток»? Ну, в принципе, ничего такого страшного. у меня, потому что все равно мои циферблаты во многом отличаются. А так шрифты, конечно, похожи очень сильно. В целом неплохо отношусь. То есть ничего против не имеете, да? Да. Все нормально. Хорошо. Чем ваш циферблат отличается от серийного циферблата завода «Восток»? Ну, во-первых, усиленный глюминофор, он светит гораздо ярче, дольше. Плюс технология совершенно иная использована. Более объемные метки, цифры. Ну да, он сильно, конечно, отличается от заводского. Прям небо и земля, я бы сказал. Я очень люблю и уважаю продукцию завода «Восток», но тут закрадываются мысли о плагиате. Ну ладно, взяли, это уже факт. Но было бы очень неплохо, если бы Чистизы «Восток» и Часовое ателье Трифонов и компания объединились бы для коллаборации. Пусть такая модель стоила бы дороже, но это было бы, на мой взгляд, очень здорово. Например, Сергей Трифонов поставлял бы стрелки в бейзеле и циферблаты. А сборка производилась бы на заводе. Или, например, выделили бы часть несильно загруженных станков для изготовления стрелок и циферблатов по матрицам от Сергея Семеновича. Напишите в комментарии, хотели бы вы такую коллаборацию. Сергей Семенович говорит о коллаборации. Возможно ли когда-нибудь в обозримом будущем коллаборация между вами и Часовым заводом «Восток»? Конечно, возможно. В принципе, есть над чем поработать и что-то модифицировать можно. Если будет приложение, можно будет попробовать. То есть вы за? Я за. Отлично. Все зависит от завода. Хорошо. Формальные часы хоть и взяли идею, но все же отличаются по дизайну и концепции. Восток же он решил использовать дизайн Сергея Семеновича. А все же вернемся к Припяти 2, а вернее к ее циферблату. Рассмотрим его повнимательнее и поближе. Циферблат защищен цифровым стеклом и выглядит просто потрясающе. Цилизация по часу из бассейна лазурная во всей красе. Циферблат покрыт люминесцентным составом собственной разработки. Циферблат очень красиво и долго светится в темноте. Накладные часовые маркеры красного цвета немного возбушаются над основным циферблатом и продублированы минутными отметками 60, 10, 20, 30, 40 и 50 минут. И знаете, на что это похоже? На красные островки, возвышающиеся над морем люминофора, есть и поминутная разметка. В позиции 6 часов надписи Припиль 2 и Трифонов. Во внутреннем круге разметки имеются цифры, обозначающие часы 12, 4 и 8. Обратите внимание, они собой символизируют не только индексы часов, но и знак радиоактивной опасности, что отсылает не только к часам в бассейне, но и к страшной трагедии, которая произошла. Да, расположение цифр на часах в бассейне такое же, просто так совпало. Процесс изготовления циферблата сложен и трудоемок, но именно поэтому он так красив и притягателен. Стрелки также стилизованы под стрелки часов из бассейна и заполнены люминофором. На часах Припять 1 стрелки были цельными. Ну что я могу сказать? Очень классный циферблат, очень запоминающийся, несущий в себе просто классальный по целой концепции. Циферблата дают дань уважения не только этому городу, но и подвигу ликвидаторов и культуре, освещенной в играх и книгах. Но идея продолжает жить в концептуальных часах. Лазарный атом, где мы можем наблюдать уже знакомый и полюбившийся нам циферблат, и новые стрелки, символизирующие движение атома. В одном варианте атом как секундная стрелка. Стрелки Сергей Семенович делает из серебра о продолжении линейки. Вопрос больше всего, он мне нравится и меня тоже волнует. Скажите, пожалуйста, каким будет продолжение линейки часов Припять? Ну, продолжение уже делается даже, можно сказать. Несколько веток будет уже от оригинальных часов расходиться. В частности, Припять Атом, серия Атом и серия Компас. Так же будет в скором времени кому-то доставлен доступ. То есть, линейка часов та же, так же будет называться, но какие-то модификации появятся. Ну, как бы прототип уже существует, они уже есть. А пока все время пошли еще. А когда их ждать? Со дня на день. А со дня на день? Скоро будут. Отлично. Ремешок. Что касается ремешка, то он был выполнен мастером Ришатом из ателье Рикс. Специализирующимся на решенном изготовлении кожаных изделий. Кто лучше мастера может рассказать о ремешке? Решат ответил на мой вопрос, и я теперь делюсь с вами. Ремешок изготовлен из комбинации итальянских кош-коров и козы. Иллюстрации прорисовываю в фотошопе, а потом кистью и специальными красками рисую на ремешке. На изготовление такого ремешка уходит порядка трех ненормированных дней. Ришат Ахмедшин. Потрясающий ремешок, полностью отражающий дух часов и тот романтизм, который данная модель навевает. Вот так смотришь и видишь картину, нарисованную мастером, вручную на ремешке, и понимаешь, что просто хочется любоваться. Именно в таком сочетании происходит синергия. Что касается бакли, то она выполнена из серебра, имеет механическую ингредировку дюсуш и красивое оксидирование графитового цвета. Это не ремешок, а произведение искусства, как и сами часы. Механизм. Часы оснащены востоковским калибром 24-15, надежной и хорошо себе зарекомендовавшей рабочей лошадкой. Все мы прекрасно знаем его характеристики, но не все просто именно с этим механизмом. Характеристики востоков 24-15. Время. Часы и минуты. Автоподзавод. Точность хода. Плюс-минус 5 секунд. Если быть точным, то по факту это уже не 24-15. Поскольку часы в бассейне имеют только две стрелки, то и часы Припять также должны соответствовать. Поэтому Сергей Семенович сделал двустрелочник путем удаления секундной стрелки и секундного триба. Еще один момент. Все привыкли к официальным цифрам. Минус 20 плюс 60 секунд в сутки. А я указываю всего плюс-минус 5 секунд в сутки. Все это дело в том, что механизм был полностью перебран и настроен Сергеем Семеновичем. Что и дало такую точность. Да, механизмы восток намного точнее, если задаться целью этой точности достичь. Резюме. Сколько могут стоить такие часы, в которых заложена такая колоссальная идея и проделана такая работа по реализации? Никак не меньше 100 тысяч рублей, но спешу многих огорчить. Часы не продаются и будут выставлены в музее Сергея Трифонова. Что касается меня, то эти часы просто невозможно не полюбить. Да, их концепция узконаправлена, но вся заложенная в них суть отражается в их внешнем виде. Уже легендарный циферблат, потрясающий ремешок. Пантризамывающий и подвиг ликвидаторов. И как я уже упоминал выше, культуру, порожденную пикельком на обочине. Подойдут эти часы для сталкеров. Возможно, но все же пусть они послужат городскому сталкеру в более безопасном месте. И кстати, Сергей Семенович имеет желание познакомить Припять-2 с теми самыми часами, которые стали прообразом сделать фото с Припятью в бассейне и привезти радиоактивный металл для изготовления циферблатов и стрелок. Но про циферблаты и стрелки это шутка. Вот все остальное, кто знает, кто знает.